Итак, работа с текстом. Для начала мы добавим сразу одно меню. Наш классический интерфейс. Панельку точнее сказать. Нажимаем правой кнопкой где-нибудь в любом пустом месте. И здесь наводим курсор на AutoCAD. Далее здесь вот на эту стрелку черную щелкаем, пока не увидим строчку текст. Нажимаем и вот у нас появилась панель с текстом для редактирования текста. Но пока мы ее оставим, пусть она у нас здесь висит, нажимаем многострочный текст. Нам предлагают сделать рамку, размер рамки, по которой как раз и будет располагаться этот многострочный текст. Например, я сделал вот такую рамку и перед нами появилась вот такая панелька. Панелька форматирования текста. Это панель, точнее все функции на этой панели такие же, в принципе, как и в Microsoft Word. Единственное, есть небольшие отличия, но мы по ним всем пройдемся. Итак, первое, что у нас есть, это стили текста. Пока мы пропустим, я о ней чуть позже расскажу, как нам изменять стили текста и создавать. Дальше идем. Выбор шрифта. Пожалуйста, здесь на выбор, как в любом редакторе, куча шрифтов. Выбираем, делаем, пишем. Текст 1. Сейчас просто размер большой. Вот здесь есть еще значок аннотативный. Его можно включить, можно выключить. Но что это такое, я объясню потом. Это тема нескольких уроков. Итак, дальше, высота текста. Делаем где-нибудь 2,5. Вот он у нас такой маленький стал. То есть, это 2,5 пункта. Дальше. Возможность. Сейчас здесь вот нет. Для данного шрифта возможности сделать его жирным или курсивом. Давайте поставим вердану шрифт. И его уже можно сделать курсивом и жирным. Также можно сделать надчеркнутым. Вот как раз жирный, курсив, подчеркнутый, надчеркнутый. Следующим идут кнопки отмена и повторить. Дальше идет дробная черта. Дальше идет цвет текста. Любой, какой здесь есть, мы можем выбрать. Следующий значок у нас включен по умолчанию. Это линейка. Это как в Microsoft Word. Линейка у нас меряет наш текст. Мы можем ее включить, можем отключить. Включать не будем ее. Дальше идем. Столбцы. Мы можем текст рисовать в столбцах. Это значит, что у нас будет ширина, точнее высота этого поля. Здесь сколько, я не знаю, грубо говоря, один сантиметр. Но у нас автоматический текст будет не вниз идти, как во всех приложениях, а вбок, создавая столбцы. Здесь стоят динамические столбцы автоматической задания высоты. И мы нажимаем Enter. Так, нам надо сделать уже поле наше. Сейчас я выбрал то, что столбцы не задает. Нам нужно выбрать здесь не в один столбец, а в статические столбцы, например, в два. И вот у нас текст вроде не изменился, но здесь стали два столбца. Мы можем также... Сейчас я это все дело... Реорганизую как-нибудь. Так, это все удалить. Это у нас статические столбцы. То есть, текст у нас автоматически не форматируется в соответствии с шириной этих столбцов. Также здесь есть функция динамические столбцы. Задание высоты вручную. Что значит динамические столбцы? Видите, наш текст сам автоматически переходит в другой столбец. Автоматическое задание высоты. Что произошло? Здесь у нас задание высоты вручную. Если мы поднимаем... Вот мы тут напечатали текст. У нас через равное расстояние создаются эти столбики. Мы можем задать вручную высоту. И в соответствии с этой высотой у нас как раз и определится количество заданных столбцов. Так, со столбцами все. Дальше идем. Удаляем. Возвращаемся опять в наш текст. Никак мышка у меня не срабатывала. Итак, идем дальше. Дальше у нас в выравнивании текста. Мы повыравниваем. Я думаю, здесь все элементарно. Это так же, как и во всех приложениях. Лево, по центру, право, по вертикали, по горизонтали. То есть, вверх-лево. Это если у нас есть какой-то определенный квадрат. У нас текст будет вверх-лево здесь выравниваться. Вверх-право здесь. Середина. Дальше середина. Здесь лево просто. Здесь право. Здесь низ лево. Низ середины и низ право. Вот как раз здесь и есть все эти выделения. Выравнивание, прошу прощения. То есть, мы для наглядности сейчас расширим нашу штуку. И выберем здесь выравнивание. Вверх-лево. Вверх-центр. Вверх-право. Середина-лево. Середину сразу пропущу, пойду вниз. Так, нам надо побольше растянуть. Низ лево. Низ центр. Опять середина. То есть, понятно, да? Дальше абзац. Здесь мы устанавливаем табуляцию, какая у нас будет в абзаце в начале. Так, дальше. Отступ. Сколько здесь при табуляции? Стиль десятичных знаков. Выравнивание абзаца. Выравнивание абзаца по левому краю. Можно по центру выравнивать. В общем, стандартные вордовские инструменты. Я думаю, в ворде проблем не возникает с этим. Дальше идем. Вот эти выравнивания опять тут у нас дублируются. По центру право. Растянуть. Центру влево. По ширине. По ширине это значит, что вот если у нас есть такая штука. Так, мы по правому краю. По ширине. И вот распределенный он у нас сам автоматически все место забьет. Дальше. Расстояние между строками. У нас здесь одна строка. Выбираем межстрочный интервал. И он у нас уже автоматически, так как у нас столбы вручную, перегнал второй столбик. Ставим единичку. И они друг под другом. Теперь списки. Нумерация. Здесь мы можем выбрать буквенный нижний регистр и верхний регистр. То есть, А, Б, маленькая, большая. Так, поменьше сделаю сразу. Так, поменьше. 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 Вот я сделал столбик из слов AutoCAD. Мы выбираем нумерацию, выбираем буквенный нижний регистр. У нас здесь кривовато, конечно, все немножко у нас получается. Сейчас мы его по правому краю. Так, вот у нас все тут выровнялось. То есть буквенная нумерация может у нас быть, может быть буквенная в верхнем регистре, может быть нумерованный. Может быть маркерованный. Так, начать заново. Так, это все разрешить, список и так далее. То есть это начать заново и продолжить. Это у нас из списка в список переходят дела. Дальше идет добавление поля. Добавление поля, оно содержит в себе добавление, так сказать, переменной. Переменная, это у нас от слова перемена. То есть она изменяться может быть. И здесь мы можем, допустим, нам нужно ввести сегодняшнюю дату. И чтобы нам ее не вводить вручную, мы можем там сразу ввести дата, выбрать вариант, какой у нас устроит. И у нас будет сейчас уже вот прямо наша дата, то есть наше время дата. Нажать ОК и все введено. То есть это вот сейчасшнее время. То есть, которое установлено на моем компьютере. По-моему, если мне память не изменяет, она в каждый раз при запуске чертежа, она будет обновляться сама. Но это поэтому сказать не могу, так как я этим не пользуюсь. Да и вообще этим, по-моему, редко пользуюсь. Здесь, кроме этой даты, здесь чего только нету. Название текущего листа, авторы, объекты, как называется файл, что в этом файле содержится, каких тут масштабы, какие цифры, какие буквы, какие шрифты используются. В общем, все подряд. Можно с помощью переменных здесь задать. Дальше, значит, идем перегон, так сказать, в верхний регистр и в нижний регистр одним нажатием. То есть раз слово в верхний и в нижний можем перегонять. Дальше идет вставка символа, если нам что-то там нужно. градус, плюс-минус, диаметр, равно и так далее. Вот справа у них тут коды этих символов. То есть, если вы вот это вот то, что здесь написано, ведете с клавиатуры, введется автоматически соответствующий ему символ. Дальше идем, наклон текста. Тут тоже объяснение, по-моему, излишнее. Дальше, ширина между буквами и последняя ширина самих букв. То есть, все понятно. И вот у нас еще осталась настройка. Здесь ничего, в принципе, такого нету. Но кроме вот еще поиска замены мы не трогали. Например, найти удобная вещь, если что-то нужно много чего-то заменить. Автокад заменить на автокад по-русски. Заменить все. Окей. И вот у нас все, что было автокад английской, заменилось на автокад русской. Дальше. Дальше. Поиск замена. Изменить регистр. Это мы просмотрели. Символы просмотрели. Регистр. Скрытие заднего плана. У нас теперь, в общем, фон появился у всей нашей таблички текстовой. То есть, у нас скрывается задний план нашего чертежа. Если там у нас сзади есть какие-то линии, то можно определенным цветом все это дело скрыть. Так. Дальше. Значит. Набор символов. Параметры редактора. Здесь ничего особенного нету. Проверка орфографии. Словари. Можно добавить вот словарь слова для проверки. Идет же проверка орфографии здесь. И можно добавить слов туда, которые он некоторых слов не знает. Можно добавить. Это выделение текста можно поменять. А то здесь что-то темное, а он какой-то непонятный. Значит. Так. Здесь все. С этим все разобрались. Теперь перейдем. Так. У меня пропала панель. Забыл, как она называлась. Стили. Стили. Слои. Панель стилей. Так. Стандартная. Стили. Вот. Теперь, что касается стилей текста. Нажимаем вот на эту кнопку. И у нас открывается окно текстовой стилей. Здесь сейчас у нас представлены два текстовых стилей. Это аннотативный и стандарт. Мы же создадим новый стиль. Свой, который будем использовать. Для чего вообще используются стили в автокаде? Я вам уже показывал, что мы можем воспользоваться стилем, выбрав его всего лишь вот здесь, вот в этой табличке. И у нас автоматически применятся настройки для текста. То есть, создаем новый стиль. Называем его AutoCAD. Новый стиль создали. Сделать текущим его ставим. Например. Если его сделать текущим, то он будет у нас по умолчанию всегда стоять. И здесь мы сразу же можем задать уже для него все параметры, которые нас интересуют. Будет шрифт. Например, ISO. Размер аннотативный будет или не аннотативный. Что такое аннотация, аннотативный размер. Это я вам потом расскажу. Поэтому здесь галку мы не ставим. Так. Использовать большой шрифт. Не использовать перевернутый. В общем так. Здесь степень растяжения 1 и 2. Угол наклона 25. Нет, нет. Так. Применить. Закрыть. Все. У нас теперь AutoCAD стиль есть. Поэтому мы сразу же что-то печатаем. Ничего здесь не меняем, кроме высоты текста. И сразу получаем. Вот, кстати, у нас стало цвет морской волны выделения. И сразу получаем готовый текст. Для этого используются стили. Также можно уже потом в дальнейшем менять текст. Выбирать и менять стили. Теперь, что касается вот этой вот таблички. Здесь нам отсюда понадобится однострочный текст моего. Теперь нам с этой панели, которую мы с вами вынимали, нужен будет однострочный текст. Однострочный текст пишется следующим образом. Мы щелкаем на буковке А. И нас просят задать длину поля с этим текстом. Мы задаем. Дальше нас спрашивает угол поворота. Мы нажимаем Enter. И получаем текст вот с такой высотой. 1, 2, 3, например. Нажимаем здесь так Escape. Еще раз. Все. Вот у нас однострочный текст есть. Уделяем. Нажимаем редактировать. Здесь параметры редактора. Так. В общем, у нас здесь нет такого редактора, как для многострочного текста. есть лишь несколько вот здесь опций. Поиск и замена. Выделить все. Изменить регистр. Вставить поле. И все, в принципе. Вырез копировать, вставить. Есть же, конечно, еще опции при написании текста. Мы нажали, когда на эту кнопку, у нас здесь в командной строке спрашивает начальная точка текста или выравнивание стиль. Выбираем. Нажимаем правую кнопку. Нажимаем выравнивание. Дальше у нас спрашивают задайте параметр. Нажимаем опять правую кнопку. И вот здесь у нас кучу параметров спрашивают. Вписанный, по ширине, центр, середина, влево, право. В принципе, все это мы просмотрели с многострочным текстом. И все это одинаково. Давайте здесь мы глянем с вами вписанный параметр. Он наиболее представляет интерес. Вот мы начинаем вводить текст. И чем больше мы вводим, тем меньше становится текст. Это, соответственно, он вписывает наш текст вот в эту длину. При этом жертвуя высотой шрифта. Так, значит, здесь найти, поиск замены, орфография, стили текста, масштаб, выравнивание. В принципе, все по тексту. Единственное еще, что можно отметить про зеркальное отображение текста. Так, зеркальное отображение. Напишем какой-нибудь текст. Так, автокад у нас опять шалить стал. Я закрываю этот чертеж, открываю новый, потому что что-то какие-то галлюцинации он испытывает. Вот у нас пропал также еще наш стиль. Его нужно было сохранить. Все стили задействованных стилей, все стили новый опять создадим. Сохранить его можно вместе с рабочим пространством. Итак, значит, зеркальное отражение текста. Если мы его отзеркалим с помощью вот этой функции, выбираем так, то он у нас отзеркалится в противоположную сторону. Но здесь у нас все в порядке. Значит, там уже переменная у нас задействована. Сейчас я объясню, что я имею ввиду. Зеркалим текст. Да. Ранее видно в ранних версиях автокада переменная. Есть такая переменная. Мир. 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 Текст. Мир. Текст. Она здесь у нас автоматически уже стоит ноль. Поэтому наш текст не отражается в зеркале как в противоположную сторону. То есть, если вы какой-то текст к зеркалу подносите, он у вас наоборот весь в переворот отражается. Здесь уже все это отключено. Если у вас текст отражается неправильно, то выбираем переменную мер текст и вводим ей значение ноль. На этом урок закончен.